уважаемые овны всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию дару прогноз на неделю 14 по 20 февраля включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера мы рассматриваем самые основные моменты о которых вам нужно будет знать в этом периоде касающиеся работы личной жизни скрытых факторов которые тоже нужно учитывать возьмем для вас карту основного совета посмотрим чем для вас эта неделя закончится и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта который я достану произвольном порядке после основной выкладки и ответит на ваш вопрос думайте сейчас о своем желании колода настраивается на вас я напоминаю что вы можете смотреть этот прогноз как по своему основному знаку гороскопа также и по асценденту и то и другое правильно но таким образом у вас будет больше информации для размышлений для анализа и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые овны все карты перед вами и я приступаю к учтению вашего расклада хочу сказать о том что для многих из вас эта неделя важна будет темой выбора почему потому что в центр сердце вашего расклада выпала карта выбора эта карта влюбленных для кого-то эта карта напрямую может говорить о выборе в любви всего того что касается личных отношений а для кого-то это выбор может быть в карьере каких-то имущественных моментов вложений это может быть выбор в чем-либо для вас важным но на этой неделе не рекомендуется вам пока спешить принимать каких-то окончательных решений потому что скорее всего у вас кем-то будет либо не согласия либо вас кто-то будет не поддерживать поэтому пока не стоит спешить с любыми выводами с любыми решениями но чем хороша эта карта она говорит о вашем ангеле-хранителе она говорит о том что высшие сиды рядышком с вами пытаются помочь вам избежать неверных шагов или ошибок почему я говорю пытаются потому что вас очень много искушений сделать что-то как раз неправильно но давайте начнем с вашей первой картой первой картой для вас выпал рыцарь чаш это очень благоприятная карта и она говорит о том что уже в начале этого периода многих из вас ждут благоприятные известия от мужчины эти мужчины может являться ваш хороший друг знакомый для кого-то родственника для кого-то возможно это возлюбленный мужчина если говорить о мужчинах овнах если меня смотрят мужчины до 40 возможно вы сами в кого-то влюблены и мечтаете о встрече о женщине возможно меня смотрят женщины которые мечтают о знакомстве либо в вашем окружении уже есть такой человек о котором вы думаете и я вижу что ваши мысли могут пересекаться эта карта может показывать любые приятные новости которые вас действительно порадуют и возможно вы уже в начале этого периода думаете об отдыхе о том чтобы куда-то поехать как-то отдохнуть или немножечко развеяться или с кем-то встретиться но эта карта прекрасного настроения для мужчин общий запас энергии у вас великолепный по этой карте в начало этого периода вы входите наполненные сил и энергии если говорить о женщинах то уверенность в себе вам как раз будет придавать вот этот самый мужчина или даже просто мысли о каком-то человеке вам придают больше уверенности больше сил и с вашей энергией также здесь все в порядке но второй картой для вас выпала пятерка мечей к сожалению карта неприятная она говорит о том что у вас есть враги и скорее всего не исключу что уже в этом периоде ваши враги каким-то образом могут себя проявлять скорее всего вот этот мужчина которого мы видим в начале расклада вас готов будет в чем-то или подержать или у вас даже с этим человеком будут разговоры по поводу вот этих неприятных моментов связанных с теми людьми с которых может быть вы ждете неприятностей но как правило эта карта говорит о тех событиях которых человек не ждет и к ним не готов и вам по этой карте как будто бы наносят удары в спину самое обидное что это может исходить от тех людей которых вы хорошо знаете или тех кому вы доверяете поэтому будьте конечно внимательны и осторожны эта карта своего рода войны интриги но за вашей спиной эта карта может показывать или ненависть или чувство мести может быть вы сами кому-то хотели бы за что-то отомстить и карта может показывать ваши эмоции но даже если это так то ваша интуиция вас здесь не подводит потому что враги и есть и от этих людей не приходится ждать ничего хорошего перейдем давайте сразу к нашим семейным парам и посмотрим что будет происходить в ваших домах ваших семьях ваших личных отношениях для вас выпала троечка и двоечка тройка чаш и двойка мечей если говорить лично о вас то вы старайтесь сделать так чтобы в доме была приятная атмосфера вам хочется согласия дружбы мира любви вам всего этого может не хватать по крайней мере от вашего партнера но все это вы можете получать во внешнем мире от других людей общаясь с кем-то и показано что вы очень социально активный человек и многих умеете к себе расположить вашему партнеру что-то в этом периоде очень не нравится поэтому он или она может провоцировать любого рода конфликты и ссоры и здесь вам тяжело будет не ответить потому что эта карта показывает уже прямой конфликт карта борьбы мы здесь видим двух человек которые борются между собой притом в жестокой схватке поэтому не исключу что у кого-то может быть даже доходит до рукоприкладства это очень неправильно инициирует весь вот этот негатив ваша вторая половинка но здесь конечно могут быть ревности здесь может быть все что угодно не случайно в центр вашего расклада выпала карта старшего аркана влюбленных которая может напрямую говорить о том что в отношениях есть третьи или четвертые лица карты не говорят о возможных вариантах измены напрямую но то что вас касается вниманием противоположного пола вы не обделены и вы можете нравиться многим из-за вот этих конфликтов конечно вы оба не спокойны возможно такое что в ближайшее время в вашем доме или даже на этой неделе могут намечаться небольшие вечеринки когда к вам приходят друзья или подруги потом вы начинаете ругаться из-за своего ближайшего окружения конечно вы продолжаете оставаться вместе но это те отношения во первых которых нужно разобраться и те отношения над которыми нужно работать если вы хотите их сохранить давайте теперь посмотрим что происходит в наших свободных овнах вашей личной жизни и также ваших текущих делах для вас выпала тройка жезлов карта туза жезлов и карта короля монет две замечательные карты жезлов которые дополняют успешный король монет говорят о том что для многих и свободных овнов эта неделя будет вполне успешной несмотря на то что есть козни может быть врагов или конкурентов завистников вы идете вперед у вас есть определенные цели есть определенные задачи и вы над всем этим будете работать возможно кто-то совмещает несколько направлений в занятости карты могут показывать то что вы всесторонне развитые люди и вас могут интересовать и другие хобби и увлечения конечно карты гарантируют новые знакомства для тех кто по-прежнему остается без пары для тех кто встречается отношения ваши будут развиваться но по троечке жезлов это всегда выбор поэтому не спешите и не исключу что может быть вы сразу поддерживаете отношения сразу с несколькими людьми но это как интерес как флирт пока карты больше показывают свободный поиск чем что-то уже конкретно или определенная если меня смотрят женщины которые уже встречаются вот эта карта говорит о том что очень многое здесь будет зависеть от мужчины от его поведения и от его выбора и настойчивости карта может показывать человека очень обеспеченного которые знают чего хочет от жизни и конечно такие партнеры вас интересуют потому что вы сами целеустремленные и вам нужен такой же партнер если говорить о мужчинах овнах то я вижу что вы знаете себе цену вы знакомитесь вы общаетесь но все-таки на первый план выходит дела и работа возможно кто-то из вас именно в делах хочет запустить что-то новое в самое ближайшее время кто-то уже в течение этой недели пытается стартовать с определенным запуском того что для вас важно карта туза жезлов может показывать любой новый проект важный для вас для кого-то это может быть новая работа для кого-то образование карты показывают очень оживленное общение с другими людьми и вы общаетесь с очень многими и не исключу что на расстоянии потому что у вас могут быть и друзья и коллеги даже за границей карты говорят о том что чтобы вы для себя не запланировали у вас многое должно получиться поэтому поспешите воплощать в жизнь свои мечты вернемся к вашей центральной карте карте влюбленных и сейчас мы будем рассматривать рабочие моменты и для кого-то эта карта может говорить о том что есть также определенные вопросы касающиеся основной работы для тех кто работает по этой карте скорее всего вам кто-то даже что-то может еще предлагать из внешнего мира либо вы сами для себя что-то начинаете рассматривать для того чтобы поменять свою жизнь но все-таки есть пока сомнения я вижу что рядом с вами есть человек который вас будет в чем-то поддерживать и с которым вы будете по поводу всего советоваться давайте возьмем дополнительную карту для тех у кого есть основная занятость и посмотрим что нужно знать вам для тех у кого есть основная занятость выпала карта двойки чаш видите даже на этой карте изображена пара и эта карта говорит о том что рядом есть человек который является вашим единомышленником и действительно во многом вас поддерживает эта карта равновесия и баланса она может говорить о выгодных и хороших сделках в этом периоде и о том что со многими людьми вы очень легко находите общий язык но скорее всего ваша душа требует развития именно поэтому и выпадает карта выбора давайте для вас возьмем еще одну карту и это шестерка жезлов эта карта говорит о успехе а удачи и кого-то уже в этом периоде ждут очень благоприятные известия эта карта показывает радость это может быть любая письменная или устная информация для кого-то важный договор важная встреча или важная сделка эта карта может показывать и рабочие командировки и дороги поэтому если вы что-то запланировали поторопитесь все получится и давайте посмотрим что ждет те кто в поиске работы я так полагаю то что вижу по раскладу скорее всего на этой неделе еще пока нет но вы должны продолжать искать и по влюбленным у вас будет выбор как минимум между несколькими вариантами для вас выпала семерка жезлов она говорит о том что да на этой неделе работу все-таки найти сложно возможно туда куда вы хотите попасть большая конкуренция но если вам приходится общаться или придется общаться с работодателями вам нужно будет вести себя очень уверенно и показать свои самые лучшие качества для того чтобы вас оценили по достоинству и все-таки пригласили туда куда вы хотите но в данном периоде пока есть сложности давайте посмотрим что происходит с вашими финансами в дом финансов для вас выпала воинственная карта и это рыцарь мечей это уже второй рыцарь в вашем раскладе это говорит о том что есть какие-то споры по мелким вопросам но то что касается денег то из-за денег вы напрямую возможно с кем-то конфликтуете если говорить о женщинах то у вас может быть конфликт с мужчиной если меня смотрят мужчины возможно вы сами чем-то недовольны в своей финансовой сфере возможно вы на кого-то злитесь может быть у вас есть должники или есть и люди которым вы не доверяете в финансах и вот эта карта может показывать любого рода выяснения отношений из-за денег также возможны конфликты и скандалы поэтому если вам кто-то должен деньги я не вижу чтобы вам спешили отдать если вы кому-то должны вам могут об этом напоминать а у вас сейчас тоже я вижу есть определенные затруднения даже если вы брали кредиты в банках меня могут смотреть и такие лица то эта карта может показывать любых официальных банковских представителей которые вам пытаются напомнить о вашем долге карта может показывать коллекторов поэтому здесь все на нервах также эта карта говорит о том что именно в этом периоде не стоит оформлять новые кредиты одалживать кому-то деньги или брать в долг самому потому что по этой карте ничем хорошим все это не закончится но я вижу что вы попытаетесь свое финансовое положение исправлять либо вы сами для себя ищите какие-то дополнительные возможности либо вам кто-то что-то будет интересно предлагать потому что для вас на внешний мир выпала карта туза монет а эта карта финансовой удачи поэтому все-таки по этой карте к вам будут поступать деньги или хорошие предложения рабочего характера которые обязательно нужно будет рассматривать для того чтобы не упустить в чем-то свои возможности карта очень благоприятная теперь давайте посмотрим что в скрытых факторах именно на эту неделю о чем вам нужно знать для вас выпали две замечательные карты эта карта старшего аркана мира и карта пажа чаш но рядышком с ними присоседилась карта тройки мечи и эта карта немножечко портит всю картину карта мира действительно показывает и ваше образование и ваш светлый ум и ваши таланты и вашу перспективность это что у вас может быть очень много друзей я не вижу никаких ограничений для вашего развития и роста но недоразумения могут быть в личной жизни и в любви вот эта карта показывает разбитое сердечко если смотрят меня мужчины я вижу что женщина сознательно пытается сделать вам больно если меня смотрят женщины то возможно вы с кем-то будете ссориться из-за того что сами в чем-то недовольны и вы пытаетесь расставить точки над и но потом сами же страдаете и вам самой плохо вот это ваше состояние может накладываться на все текущие дела и понятно что вам тяжело на чем-то сосредоточиться когда в вашей душе боль и страдания давайте посмотрим чем для вас эта неделя закончится на завершение этого периода выпала карта короля жезлов карта активно и если смотрит меня мужчины овны король жезлов показывает вас собственной персоной и говорит о том что свои выходные вы проведете так как вы заранее запланируете они полностью зависят от вас но скорее всего выходные будут активными вы не будете сидеть на месте или не будете без дела если говорить о женщинах то ваши выходные могут зависеть от мужчины вашей же стихии но не обязательно это может быть мужчина просто темноволосый либо кориглазый но выходными вы будете довольны также скажу о том что если вы будете подводить итоги этого периода то вы все равно придете к выводу о том что все не так уж и плохо в вашей жизни в раскладе я вижу очень много мужских лиц здесь есть два рыцаря здесь есть два короля все вот эти карты показывают споры или разговоры между собой мужчин поэтому если смотрят меня женщины скорее всего рядышком с вами есть те мужчины от которых что-то зависит вашей судьбе и вы так или иначе напрямую от этих людей зависите если говорить о мужчинах то это больше либо мужской коллектив либо ваши друзья или коллеги здесь очень много споров разговоров разногласий которые могут касаться и работы и текущих дел и ваших финансов и даже любых новых направлений но давайте возьмем для вас карту основного совета и для женщин и для мужчин для вас выпала карта королевы мечей которая говорит о том что если меня смотрят женщины вам в чем-то в периоде нужно будет проявить свой характер в чем-то вы должны быть либо более настойчивой либо более категоричной также эта карта говорит о том что вы в этой жизни прошли уже очень многое вы умеете посмотреть на любую ситуацию со стороны даже тогда когда вам тяжело эта карта вас призывает к тому чтобы вы не пропускали события и ситуации через свое сердце через эмоции а включали холодную логику и разум таким образом вы себя оградите от многих проблем но для многих из вас эта карта может показывать женщину официальное лицо или любую женщину от которой будет зависеть какой-то очень важный вопрос исключительно для некоторых эта карта может показывать женщину врача поэтому если кто-то запланировал посещение врача во первых здесь ограничений я не вижу во вторых действительно не мешало бы подлечиться и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта туза чаш карта светлая и она дает ответ да эта карта тоже старта тоже начала и она говорит о том что скорее всего тот вопрос который вы задавали вы ему отдаете очень большое значение очень много чувств и эмоций в вашей душе в вашем сердце в вашей голове вы с большим трепетом к чему-то относитесь эта карта говорит о том что много в ваших руках но кто-то также из родных и близких людей вас тоже в чем-то поддержит и в чем-то вам поможет поэтому эта карта говорит о том что вам есть на кого рассчитывать даже если вам эта поддержка и понадобится эта карта показывает мать и дитя поэтому если кого-то волнуют вопросы зачатия беременности и был задан именно такой вопрос будет ли у меня ребенок смогу ли я забеременеть конечно да эта карта может показывать создание новой семьи эта карта может показывать начало новых отношений развития любых новых творческих процессов которые для вас также важны поэтому ответ да абсолютно на все но давайте возьмем еще несколько дополнительных карт из оракула ленорман и спросим что еще вам было бы интересно знать в этом периоде две карты дополнений для вас выпала карта ребенка что примечательно да потому что на этой карте тоже нас изображен ребенок и карта лисы карты говорят о том что у тех у кого есть дети дети взрослые или подростки вот эти карты показывают либо манипуляции ваших детей либо их хитрости и с помощью своей хитрости дети либо пытаются вам что-то внушить какую-то неправду либо пытаются от вас что-то получить такими маневрами также эти карты говорят о том что если вы задумали что-то новое не нужно рассказывать всем и каждому об этом потому что я вижу что есть глаз от человека который к вам очень близко это может быть человек с которым вы общаетесь буквально каждый день и вы хорошо его знаете в лицо и от этого человека вы не ждете вот этой зависти ревности но она есть карты могут говорить о том что если для вас важно что-то новое то здесь в отношении чего-то нового как раз и нужна небольшая хитрость или люк или лукавство для того чтобы получить то что вы хотите ну и давайте возьмем еще одну карту совета и это карта дома вот эта карта говорит о том что все это может происходить в вашем доме то есть доме нужна небольшая хитрость с вашей стороны для того чтобы что-то решить если с вами хитрят ваши дети то вы себя с ними должны вести точно так же но на результат карта дома показывает все-таки стабильность это что что-то утрясется или что-то уладится уважаемые овны таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация была для вас важна и полезна я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих прогнозах всем до свидания а